В эфире Токмама Аня и Чихуахуа Софи и Эйвон Привет, дорогие наши друзья и софийцы! С вами Аня и Чихуахуа Софи И сегодня мы открываем серию видео на тему Лишний вес у собаки Пухленькие собачки порой выглядят очень мило и забавно Но многим кажется, что толстый песик как будто бы более счастливый и довольный жизнью Но за этой забавностью чаще всего скрываются серьезные проблемы, которые отрицательно влияют на здоровье собаки И первое видео из этой серии посвящается тому Есть ли лишний вес у вашей собаки? Как определить, страдает ли ваша собака от лишнего веса? Чтобы вам было не скучно, мы с Софи придумали тест, который включает в себя 12 вопросов Мы вместе с вами будем проходить этот тест и отвечать на вопросы Возьмите ручку и листок и записывайте положительный ответ на вопрос Если вы ответили «да», запишите А потом мы подсчитаем, сколько раз вы ответили «да» и подведем итоги Поехали! Первый вопрос Принадлежит ли ваша собака к породам, которые склонны к ожирению? Лабрадор-ретривер Пигль Шелти Бассет-хаунд Кокер-спаниель Такса Бульдог Да или нет? Наш ответ – нет Вопрос 2 Взгляните на контуры тела собаки сверху Если вы встанете над собакой и посмотрите на нее прямо сверху на спину То вы должны быть в состоянии увидеть линию талии непосредственно перед задними лапами и явный переход от грудной клетки к животу Ваша собака сверху больше похожа на ровную сарделечку без талии? Да или нет? В нашем случае скорее да, чем нет После операции по стерилизации очень часто хозяева сталкиваются с набором веса собаки ввиду гормональных нарушений Поэтому Софи немного поправилась и теперь нам нужно постоянно держать под контролем питание и двигательную активность Третий вопрос Взгляните на контуры тела сбоку При взгляде на собаку со стороны вы должны быть в состоянии увидеть переход от груди к животу У собаки должна быть явно выраженная талия, а сам живот должен быть расположен к позвоночнику ближе, чем грудная клетка У вашей собаки животик и грудная клетка на одном уровне? Да или нет? В нашем случае все-таки нет Четвертое Ощупаем ребра вашей собаки Расположите свои руки по бокам грудной клетки собаки, чтобы ощупать ребра У собаки с нормальным весом вы будете не в состоянии увидеть их внешне, но сможете без труда нащупать руками Если вы не можете нащупать у собаки ребра, то это является признаком наличия у нее лишнего веса Трудно ли вам было определить, где кончается одно ребро и начинается другое? Да или нет? И мы снова отвечаем нет, потому что мы легко обнаруживаем ребра у Софии и чувствуем пальцами, где кончается одно ребро и начинается другое Есть такое убеждение, что когда собаки живут в стае, их несколько, то срабатывает инстинкт конкуренции, борьбы за еду То есть собака может больше нервничать, что ей достанется меньше еды, из-за этого больше есть, чем когда она живет одна и уверена, что никто не отберет и не съест Вы держите дома несколько собак? Мы? Да А вы? Вопрос шестой Вы кормите свою собаку один раз в день, но зато хорошенько и плотненько Наш ответ нет, мы разделяем количество пищи на несколько приемов Седьмой вопрос Когда вы кормите свою собаку, то просто кладете еду в миску на глаз или отмеряете определенное количество? Скорее всего больше да, чем нет Восьмой вопрос Даете ли вы вашей собаке еду со стола? Часто ли подкармливаете, кроме основных приемов пищи? Часто ли вы кормите собаку магазинскими вкусняшками? Наш ответ нет Вопрос девять На протяжении всей жизни вашей собаки тип и количество пищи не менялись? Наш ответ отрицательный Конечно же менялись и еда и количество Вопрос десять Ваша собака прыгает и играет в активные игры с трудом Или даже передвигается У нее есть одышка или она сильно устает после того, как побегает и поиграет? Наш ответ нет Вопрос одиннадцать Ваша собака гуляет меньше, чем 20-30 минут в день? Нет Двенадцатый вопрос Ваша собака проводит много времени дома одна Больше спит и лежит в течение дня, чем двигается и бегает Нет Мы с Софией ответили положительно на три вопроса Ну что ж, если из двенадцати вопросов вы ответили положительно больше, чем на пять вопросов То, скорее всего, у вашей собаки имеется лишний вес И нужно начать с этим что-то делать Если вы пришли к тому, что у вашей собаки имеется лишний вес То вам нужно задуматься над ее питанием и ее двигательной активностью Чем же опасен лишний вес? Вы узнаете в следующем видео из нашей серии На заметку Очень часто в источниках информации на тему лишнего веса Предлагают взвесить собаку, чтобы определить, есть ли у нее лишний вес Но это очень спорный момент Конечно, существует ряд таблиц с указанием усредненных границ веса собак с учетом породы Однако, каждую собаку следует оценивать индивидуально Потому что даже собаки одинаковой породы могут весить по-разному У вас такса маленького размера, с тонкими косточками и небольшой мышечной массой И она будет очень сильно отличаться по весу от крупной таксы Но в таблице будет указан средний вес И это может поставить вас в тупик, и вы сделаете неверные выводы Спасибо большое вам за внимание С вами была Аня и Чихуахуа Софи Подписывайтесь на наш канал Ставьте пальцы вверх Вступайте в наши группы ВКонтакте В наш Инстаграм В племя Софийцев И будет вам счастье Поцелуй, поцелуй Нет Молодец Молодец Поцелуй, поцелуй, поцелуй Поцелуй, поцелуй, поцелуй